Потому что здесь мне нужно создать тяжеленькую линию, только тяжеленькая линия, вот уже следующий ряд, видно, он уже вниз. То есть мы можем сыграть, если у нас сильно будет в сторону уходить, мы нижнюю можем сделать всегда покороче, а верхнюю тогда прикрыть. Видно, что верхнюю уже ложится нормально, как подложку нижнюю. Мы посмотрели, шейки у нас абсолютно нормальные, так что можно сделать покороче, да? Можно? Вдруг по желанию подлиннее, поэтому спрашиваю. Да, потому что с вами снова покороче, как? Ну, я тут вижу рост волос, он еще у нас тут подбит чуть-чуть, подгреба. Вот, поэтому хочу поросло волос делать. Вот, вниз, смотрим немножко рост волос. И будем делать поросло волос. Вот, это вот так вот, 3 сантиметра на затылке. Норм? Наверное. Да? Угу. У меня себя затылка времени. Хорошо. Потому что, если ничего, я там всегда сделать могу покороче, потому что здесь вот выбритые у нас еще. Так, задаем длину, что знали всегда. В плоскость, да? В плоскости, обязательно в плоскости, потому что у нас это что? Корына. Это корына удлинения немножко. Да, поэтому это делаем в плоскости, совершенно верно. Голова у нас вниз, а глазами у нас как-то не было. Спасибо. А что за тут все ничего не видно. Сразу видно, что поднимается, поэтому припалкивать придется, да? И начинаем создавать охантовку. Так, чуть-чуть длина, надо еще раз. Вот сейчас у нас на милке, на охантовку. Охантовку мы доделаем, конечно же, в сухой виде, потому что мы уже будем четко видеть, как ложатся. Вот сейчас у нас чуть-чуть в другую сторону. Ряд. Я просто проговариваю для видео. Ну, видно, что у меня немножко, ну, типа, идет диагональ, да, только такой вот, какого-то полукруглым таким, да? Почему-то, что у меня удлинение. Второй ряд, вот этот, так как у меня уже более ровный, да, получается. Вот видно, растет вниз. Я буду накладывать, то есть я дам массу внизу. И иду по конторке уже с нами. Угу. И вы видите левую сторону вправо, чуть-чуть, да, расческой, чтобы они потом красиво лежали. Угу. Тоже хитрость. Угу. И для того, чтобы я не зарезала вот здесь длину за ушами. Понятно? Понятно. Было у меня такое, что дырки оставались. Угу. Дальше поднимаем, ищем опять свою линию. Угу. Прорабатываем ее. Угу. Стою я, да, ровно по центру, плоскость, все подтянуло. Угу. Угу. Все подтянуло, все здесь я доделала. Стою чутко по центру. Так, отпускаю. И эти пока ушки не отстригаем, да? На пейсаже ушки вводим в строчку. Угу. Продолжаем нашу длину. Угу. Вот так вот. Другой у нас ушка и другую. Угу. Так как мы не знаем, ли у права у нас так одинаково, не одинаково, поэтому обязательно проверяем, чтобы у нас было одинаково. Здесь я хочу сделать покруглее, чтобы не перенести. А соответственно, какого градуса у меня идет, пчелки? 45. Что? Не правильно? Нет, конечно. 90. Чтобы покруглее. 90. Круглая форма у нас что? 90. Это равномерная форма, круглая, до 90 градусов. Поэтому 90 градусов в голове натягивая, видно, да? Угу. Вижу свою контрольную пучку, срезаю, до 90 градусов. Да, тогда будет более сильная грудировка. Она будет более круглая. Более круглая. Более сильная у нас, более контрастная, это 45, вернее 60. Ага. Угу. И вторую я перешла, перевела. Угу. Оттягиваю. Угу. А последнюю я потягиваю. С плоскость тянем. Угу. Угу. Перевела. Угу. Опять же, 90 к голове. Угу. И вот это все я протягивала. И самое главное здесь. Таким полукругом, да? Ну, это как типа диагонали, но... Угу. Оно получается полукругом, если мы держим две стороны вместе. Угу. Угу. Так быстро классно отделяется. Угу. Ну, потому что и не надо с этим возиться, с этим отделением. Если там каждый час... Угу. Натяжение у меня сколько? 90. Правильно. Правильно, срез. Срез... 90. Правильно, 90-90. Угу. Мы же хотим покруглить. Перевести. Правильно? Угу. Перешла в диагональ. Видно? Свою линию я вижу. Точки контрольные. Все, срезаем. Последуем, что делаем. Подтягиваем предыдущий, чтобы не срезать. Да. И не увожу в свою контрольную. Как шла по диагонали. Вот у меня прямая линия. Видно? Угу. Я еще с вами видно, чтобы сошлось все. Сошлось? Угу. Все. Проверяем. Угу. Продеваем сразу с вами. Угу. 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 Внизу у меня, ну, и пошла. Обязательно. Уж пошли на мере, да? Да. Угу. Примерно 4 сантиметра, да, где-то? Угу. Ну, сколько фаланты? Три. Я делаю на глаз, да? Три. Ну, три. Угу. Просто на этом, на экране, кажется, больше. Нет. Ну, там у меня же не такие пальцы-то большие. Мы работаем на две фаланты. Угу. 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 То же самое здесь также. Вот у меня прядь. Угу. 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 Потому что, если себе сюда зарезать, здесь волос у нас в кучу уходит, никогда ровно линии не будет. Должны всегда делать четкую, ровную длина тяги. Опять же натяжение 90 срез. Перешла в диагональ. Перешла я тоже за прядью. Поехали, затянула. Вот эту всю подтягиваю. И иду прямо. То есть я не ухожу вниз, иду прямо. То есть моя линия, вот она ухожу сильно. Вот сколько подтянулось, столько будет у меня это принес. Опять же, переложу в диагональ. Ручку у меня подняту, потому что мне надо 90 срез. Угу. Взяла и вот это все. И делала. До сколько хватает у меня. Поднимаем, проверяем. Угу. Вот здесь вернем, что прямо у нас. Угу. Здесь все из ушей. Что у нас там может мешать. У нас поцепляет. Голову чуть-чуть наклоняем. Смотрим нашу линию. Угу. Мы планировали короче сделать. Угу. Угу. Да, как раз. Ну прям практически. Чуть-чуть она получается. У нее небольшой. Угу. Угу. У-у-у. У-у. У-у. Ну ровно. У-у-у. Ну, мы же показали сейчас через зеркало. У-у-у. Можно конечно ровно. У-у. У-у, но вопрос такой, куда дети спуты тогда? Не спут, а чемуся, прошу прощения. У-у. У-у. Дочка может их помашит, а мы возьмем ее. У-у-у. У-у. 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 Пусть это поменится, она согласна. У-у-у. Субтитры сделал DimaTorzok Проверяем длину. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Далее Далее CD Далее В двух Далее 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 С util Сп müssen Далее Касательная, да? Это не касательная, это 45 градусов. И подтягиваю, распрягаю. Вижу свои контрольные точки. Все, я опустила, я не залезала. Теперь меня у нас не стяжело. Понятно. Это тоже нюанс, который я не соблюдала. Опять же дальше. Будем в своей вещи. Так, пришла заложка улыбка теперь. Заложка пришла. Взяла передушку. Встала от 45. Угу. И подтягиваю, пожалуйста, все взяли. И пять подтянула. Остали от 45, пока не сместилась. Выбирай. Угу, ух ты. Ну, вот эту зону лучше всего теперь провелить. Мы должны поднять, подниматься. Угу. Ставлю вниз. Поднимаем. Тут больше срезано, да, получается? Больше связали, как бы, когда натягивали под 45. Или потому что в предыдущей стрижке было больше оставлено? Нет, там была другая стрижка просто у нас. Ага. Теперь я поднимаю сюда. Ага. И вот эту линию здесь будет, как я сейчас покажу, чуть-чуть вот, видите, маленький уголочек треугольничек, потому что я стрижу натяжение, чтобы сравнивать. Сложу там вот эту зону, чтобы у меня прямая вылезла. Я отпускаю. Здесь тогда получается более главный переход. Угу. Сейчас встал. Также я поднимаю. Я так как проверка у нас оставляю здесь лылья. Внизу встал уже опять так же, как стояла. Угу. Ищу свой треугольничек. Угу. Чуть-чуть доравнее вылезла. Угу. У нас, в всякий случай, мы обязательно проверяем. Должно проверить лево-право. Угу. Попробуем. И опять же у меня на высшую точку в нижнем. Угу. 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 По касателю. Угу. 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 И по уровню предыдущей пряди, да? Далее совершенно рекоменда? Далее. Дотянула и убрала. Угу. 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 Теперь перешла, да? Угу. Вот. Вот она моя прядь. Я перевела в диагонат. И сразу всю зону подчесала. Угу. У меня здесь ление видно? Угу. Угу. Ага. Перешла в диагонат. И довол upp... У меня тоже натяжение по диагонали, по касателям. По всякий случай, я делаю проверку, потому что никто не запрещал здесь делать. Перечерстываю. Добавляю. Добавляю. Добавляю простыжную. Отличная. Угу. Переходим теперь на высоту. Берем нашу линю за ушко. Взяла и вставила обратно. Отлично. И под 45. Под 45. Отрезала. Почему под 45? Потому что я хочу небольшую грудировку здесь за ухом. Если бы я не хотела грудировку, а хотела очень длинные уши, я бы стала по касателю. Понятно? Тогда длина была бы самая большая. Мне надо бы небольшую грудировку перевести, чтобы здесь тоже был объем. Поэтому 45. длина была бы самая большая. Самый большой объем это лица. Тогда короткое лицо. Тогда челка. Понятно? Угу. Все. Подтянула. Здесь отрезала. То есть подрелакс. Пленик. Все набрактила. Сделала. Пока ничего здесь не делаешь. Угу. blade. Все, вот опять. взяла залышку. Встала, по свой Halo 8. Сvasала. Все на себя вижу. Все собираются жадques. Мизина регулирую. Подчеркиваем назад все теперь полностью. вот здесь у нас касательно видно как дела вижу свое время по ней просто это у меня уже проверка на короче я знаю точно что натягиваю от 45 у меня здесь не следует мне надо свестись у меня не слишком большая разница есть креативные стрижки когда уши не сводится теперь перечесываю глубокий проверяем я не могу не спит был сяпер что ничего не будет в эту проверку на том месте где не спит нужно понимать что у нас прижмут а все здесь он уже готово за счет того что мы здесь вот у нас надо смотреть нашу линию как у нас волосы растут потому что может быть нам надо будет чуть-чуть убрать да 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 как бы логично а вот это лакта а а а а а а и не короткая, то есть я ее ввожу и перевожу таким образом на другую сторону. Окна-то, кстати, могут быть разные, волосы могут просто-то разные. Мы сейчас начали с той стороны, сведем и дальше уже будем сравнивать. Здесь тоже я вот на моем окошечко, я его выражаю правильно. И опять же подвожу тогда к этому окошечку к своему. Так как мы проверили, что челка нам вот удлиненная неплохо, поэтому мы вообще не паримся и ее делаем, правильно? Да. И у нас просто красивая. Смотрели, проверяем челочку, все у нас здесь отлично. Кстати, обратили внимание, на челку как я натягивала для проверки, так? По касателям. Совершенно верно. Почему? Чуть-чуть пышность. Да, но гаркировочка небольшая идет. Небольшая гаркировочка, совершенно верно. Так, на всякий случай, теперь мы отчесываем все в центре, так как у нас симметричная спрыжка. Нужно налево, нужно оправо, как захочется. Поднимаем все волосы и на всякий случай проверяем свою линию. Теперь мы сушим. Так будет 4 больших уроков. То есть полностью все. Да, 10 тысяч. Ну, это будет 4 дня. Ну, там записи будет, поэтому если кто-то не успеет именно на прямой кем, чтобы задать вопросы, можно будет всегда смотреть это все. Это то, что вы мне скинули тогда, да? Да, да, да. Будем делать все волосы в центре. Да, да. Ну, это вот. Какие три, по-проекадам. Угу. 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 И тоже время чуть-чуть не пройти. А больше сколько? День наших. Она все планирует. День наших. Вот все, что поработаем. А, она, ну, я поняла, она не того. Она политолог. Очень распределенная шкафистка. Что она делать-то будет? Не знаю, ей нравится учиться. Все вопросы, всякая история. Счастливая такая умер. Ну, пустая учиться. Не замуж ее надо видеть. Пустая учиться уже. Не знаю. Счастливая шкафистка. Не знаю. Так. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Почему я делаю вакцин? Что-то лежало хорошо. Потому что мы тянули все в плоскость, наверное, поэтому, да? Ну, у нас, во-первых, здесь волосы растут как-то вот как-то сюда, здесь получается волна, изгиб. Чтобы вот эту волну нам смягчить, мы тянем к центру, и потом у нас удлинение уйдет все-таки к лицу, поэтому мы это отворачиваем от лица. Понятно? От лица тяну к центру. И сюда тоже отворачиваем к центру. Здесь я уже не выворачиваю, а попрямее, да, пальцы? Угу. Поднимаем центру и опять же прошлись. Обязательно надо как уложаться. Здесь вот на самая же короткая часть по центру. Я просто смотрю. Лучше? Угу. Лучше. Сейчас я все теперь жду, да? Да, ну, вот. Ну, я длиной не убираю. Угу. 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 Парневой слайсинг называется. Угу. Прямыми ножницами, да? Прямыми ножницами. А вы заметили, что я взяла филировочную? Нет. Я только сейчас обратила внимание, какие... Все филишки у нас, все, как правило, делаются прямыми ножницами. Крайний случай у нас будут филировки, если то просто переход идет кудрявых в тушушку, да, то есть надо размыть этот переход, чтобы делать мягче, но тогда мы используем фигуровочную, а так все время кремим.